Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты, что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Обычные аукционы проводятся ради того, чтобы продать что-то как можно дороже. Следуя с нему принципу, торги по госзакупкам должны максимально снижать стоимость каких-либо работ или услуг. Однако на деле все происходит иначе. Как пишет газета Бизнес Новости, открытый конкурс по строительству путепроводов «Чистые пруды» стоимостью более 2 миллиардов рублей перенесен в очередной раз в связи с изменившимися условиями. Теперь власти готовы отдать за объект еще 400 миллионов рублей сверху, при этом, правда, сжав сроки строительства. И помнится, изначально на строительство путепровода вообще планировалось потратить чуть ли не в два раза меньше. Хотя, учитывая значимость объекта и тот факт, что если начнут, то достраивать точно придется, видимо, решили не экономить. Инфопресс Давать человеку лишний повод, которым он обязательно воспользуется, по меньшей мере, не предусмотрительно. Как пишет газета «Репортер», российский премьер еще раз выступил против свободного ношения оружия, что неудивительно на фоне произошедшей недавно в США очередной трагедии. Тем не менее, как, к примеру, считает член общественной палаты Кировской области Николай Кощеев, факты вооруженной агрессии, которые сейчас появляются в обществе, никак не связаны с тем, легализовано оружие или нет. Человек всегда найдет то, чем воспользоваться для уничтожения другого. Другое дело упростит ли ему государство задачу. Инфопресс Геннадий Онищенко всеми силами пытается сделать нас лучше, а мы то и дело отбрыкиваемся от его дельных предложений. Как пишет газета «Авецкий наблюдатель», главный государственный санитарный врач России, который в свое время хотел публично умертвить, сварить и съесть курицу, зараженную птичьим гриппом, мол, никакая зараза его не берет, на этот раз призывал россиян с 1 января бросить пить и курить. По его словам, поводом для отказа от вредных привычек является ответственность перед семьей, близкими и, собственно, перед страной. Хотя, думается, если рассматривать вариант баш на баш, стране в лице государства стоило бы избавиться от куда более вредных привычек. Инфопресс Бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Корнаухов фигура противоречивая, как и многие его заявления. Однако некоторые из них оспаривать бессмысленно. Как он отметил в своем твиттере, раньше наша оппозиция была красивая, внешне с переполненной подвигами жизни, духовная и талантливая, и оставил ссылку на фотографию Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Нынешняя же оппозиция в таком качестве в историю страны вряд ли попадет, как бы она в ноты не попадала. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Инфопресс